всем привет буду снимать видео по чистке аквариумов у меня рыбки болеют в комментариях мне советуют подменить подмену воды сделать потому что может быть болезнь из ну как бы сказать накопление разных нечистот в воде вот они начинают болеть вторая рыбка кстати уже более-менее клемалась в этом аквариуме вода другого состава вот она все равно и переворачивать чуть но она уже более-менее про ровно плавать вот а вот эта рыба она как бы еще куркается в главном аквариуме все плавают как плавали хорошо так и без болезни до чё одна да у нас какая-то рыбка беременная получается меченосец вот это кстати рыбка у нас в аквариуме самого вылупилась маленькая подросла не знаю там от каких рыбок скорее всего от меченосцев ну все сейчас я наливаю воды воду и будем эти улиток сэс надо будет собрать то не расплодились воду я наливаю через фильтр и отстаиваю потом самое интересное что кушают хорошо терпешки ты мне миша может быть его их не кормить пока что да и так малко координация у него типа координация потеряна на фигаре бам-бам-бам-бам нужно знать что сыпать шуба могу чуть-чуть воду подсолить хотя надо почитать к этим рыбам можно соль подсыпать или нет так ну в общем начинаем подмену воды делать чистить аквариум на час таком состоянии рыбки вот так уже что-то получил немножко плавает 1 2 он все равно верту хвост так приготовил стук от воды сейчас буду сливать и фильтровать но так сначала немножечко стекло раз потом будет мутно наверное чуть-чуть дальше берем насос нежелательно когда пылесосим после день не кормить рыбок делать разгрузочный день теперь чистим биологический и в воде его прополаскиваем здесь живут бактерии которые перерабатывают легко сказать отходы рыб так ножницы вот такие трава которая росла не туда куда мы хотели я очень хорошо было бы рассаживать другие аквариумы мы просто выбрасываем здесь одно типа растения живет где там с той стороны там с другой стороны другого типа растения а то что они друг друга там пытаются захватить мы убираем размножаться пытаются вот вот она рыбкает смесь мне кажется меченосцы с этим ну да ее не было потому что она не оранжевая и меченосцы с этими не по идее не скрещиваются а чё то она за рыбкает она кстати какая то такого цвета еще интересная как эта рыбка не сцена ну я и говорю может правда что-нибудь все пойду солью сейчас еще одно еще ведро солью она много так это все это Это аквариум приблизительно 120 литров, поэтому где-то в среднем надо три ведра поменять, переслить воды и новую залить. Обычно я сливаю одно ведро, сейчас уже давно я не менял, поэтому решили побольше покупать. Разбираем. Уже забитый. Вот уже в воде мы сленько споласкиваем. Вот этот фильтр хороший, он был у меня раньше черепашек, держали, справлялся с тремя черепахами. Второй. Второй весь. Грязный. Это все бактерии. На самом деле это полезная бактерия, не такая прям грязь. Это бактерии, которые работают. Поэтому фильтра лучше не мыть горячей водой, там должны бактерии сохраниться, чтобы они дальше размножались. Все, соединяем. У нас получается три таких вот грязных ведра практически уходят при чистке аквариума и заливается чистых фильтрованных три ведра. Пьение, и Тяжелый, тяжелый. Еще один фильтр, это в основном, чтобы кислород добавлял. Маленький аккорин в таком же принципе. Сейчас солью 30% воды и поменяю. Все, макаронавирус добрался до одной рыбешки, прилегло отдохнуть. А это вот самая первая, которая крутится, все до этих пор крутится, без каких проблем. Ну, наверное, тоже скоро ей хана будет. Кривитки гоняют. Ладно, придется ее убирать. Что подменял воду, что не подменял. Все это не в воде дело, все-таки у них какая-то болячка, видимо. Надо, кстати, попробовать корм поменять, может быть, из-за корма. Субтитры создавал DimaTorzok. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова